МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотел и в прошлом году выиграть, но не получилось. Но в этом выиграли. Десногорцы одержали победу в областном конкурсе «Семья года-2017». Мы хотим, чтобы мы стали таким органом, через который будут реализовываться инициативы молодежи нашего города. Очередное собрание Совета молодежи. Бадминтон нравится своей динамичностью, развивает ловкость. Турниры по бадминтону и питанку среди работников концерна. А сейчас об этих и других событиях подробнее. 27 сентября наш город со знакомительным визитом посетил Юрий Эдуардович Стрелецкий, новый главный федеральный инспектор по Смоленской области, аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Одним из пунктов посещения Юрия Эдуардовича в Атомграде стала средняя школа номер 2 Десногорска. Что именно посмотрел инспектор и какие выводы сделал, смотрите в нашем сюжете. До недавнего времени Юрий Эдуардович являлся инспектором по Тверской области. В августе этого года был назначен на Смоленщину. В рамках реализации майских указов президента Владимира Путина он знакомится с работой школ, больниц, учреждений социальной направленности области. Во вторую школу Десногорска инспектор прибыл в сопровождении главы города Андрея Шубина, председателя комитета по образованию Татьяны Токаревой и депутата горсовета Сергея Гадычука. Делегацию встречали директор школы Лидия Кочубей, которая провела экскурсию по образовательному учреждению, и детская студия телевидения «Искра», участники проекта школы Росатома Атом-ТВ, которые любезно предоставили нам эту видеосъемку. Гости посетили школьный краеведческий музей Кривичи, спортивный зал с тренажерами для особенных детей, Кабинет правовой грамотности и Центр воспитательной работы, где Юрий Эдуардович познакомился с президентом Школьной Республики самоуправления Дом Софьей Семеновой и Кабинетом министров. Юные телевизионщики также не упустили случая пообщаться с высоким гостем и узнать цели его визита. Я посчитал вашу школу, познакомился с вашей жизненной деятельностью, которую вы проведете, как общественная, так и учеба, познакомился с преподавательским составом, ну и, соответственно, посмотреть, как выполняется дорожная карта для формирования нашего президента, намочных представителей президента, Центрального федерального округа Александра Геннадьевича, который в свою очередь информирует президента, как реализуются указы президента на территории Смоленской области. В целом Юрий Эдуардович остался доволен работой школы и пожелал успехов в освоении наук как ученикам, так и коллективу учреждения. Также федеральный инспектор в Десногорске посетил городообразующее предприятие Смоленскую атомную станцию и другие социально значимые объекты города. Уже третий год подряд в Смоленской области проходит конкурс на звание «Семья года». Цель мероприятия – это укрепление и поддержка Института многодетной семьи, и пропаганда семейного образа жизни, семейных ценностей и традиций. В этом году конкурс проходил с 23 по 25 сентября в социально-оздоровительном центре «Голоевка». Участниками стали 18 семей из разных уголков области. Среди них и наша Десногорская многодетная семья Голубевых, которая оказалась самой лучшей. В течение 16 дней профильной смены «Академия семья» участники соревновались по четырем направлениям – музыкальному, декоративно-прикладному, юмористическому и спортивному. В результате по итогам победу одержала Десногорская семья Голубевых. Мы очень были рады, что наша семья достойно выступала, показала все свои навыки и умения, достойно представила город Десногорск, достойно представила все многодетные семьи нашего города и стала победителем, с чем мы и поздравляем нашу семью Голубевых. Семья большая и дружная, пока их всего пятеро – мама, папа и трое детей, но в скором времени ожидается пополнение. В семье все люди творческие, мама работает воспитателем в детском саду «Дюймовочка», ну и, конечно, рисует, мастерит руками вместе с маленькими Владимиром и Викторией. А старшая дочь Александра почти 10 лет занимается хореографией профессионально. Папа – это огромная финансовая поддержка для всех. Он трудится на Смоленской атомной станции ведущим инженером в отделе дефектоскопии металлов. Участвует семья в этом конкурсе второй год. В прошлом году им всего лишь удалось дойти до финала, а в этом году подготовка велась очень серьезно. Все приложили максимум усилий для победы. Помогала сочинять. Фильмы создавала мама лично с дедушкой. Я только сочинять помогала. Ну и сочиняла танец. Моя инициатива была песню спеть. Пыталась как могла, помогала. Я старалась, конечно, держать себя в руках на всех трех этапах. Нервничала, конечно, все это скрывала. Но в конце, конечно, дала волю. И слезы текли. Больше всего нервничал малыш, которого мы ждем. Это прям чувствовалось. Дети, конечно, тоже переживали. За руку мамы держали. Хотела в прошлом году выиграть, но не получилось. Но в этом выиграли. Потому что уже все мы собрались. Мы поняли, что проигрывать в этом году нельзя. И выиграли. С долгожданной победой многодетную семью поздравили и коллеги по работе. Смоленская область получила три детских реанимобиля. Машины были закуплены администрацией региона в рамках реализации областной государственной программы по развитию здравоохранения. Два полностью оснащенных специальной аппаратурой автомобиля, называемых врачами-больницами на колесах, предназначены для строящегося пренатального центра. Третий – для областной детской клинической больницы. Реанимобили будут осуществлять транспортировку детей разных возрастов на дальние расстояния, в том числе и в столичные медицинские центры. 16 августа был утвержден списочный состав Десногорского молодежного совета. В него вошли 12 человек. В основном это школьники, студенты и трудящаяся молодежь. Курирует работу активной молодежи заместитель главы города по социальным вопросам Александр Новиков. Возглавляет совет исполняющей обязанности директора городского центра досуга Анна Королева. Вечером 27 сентября состоялось очередное собрание актива. Подробности далее. На этом заседании участники обсудили структуру молодежного совета. В нее вошли четыре основных отдела. Это организационно-информационный отдел проектной деятельности, отдел спорта и культуры и отдел взаимодействия с другими сторонними молодежными организациями. Приоритеты расставлены, задачи определены. Теперь дело за малым. Надо наладить работу и главная связь с молодежью, так как именно для этого и был создан совет при администрации. Совет создан для привлечения молодежи в социально-экономическое развитие нашего города. Для именно выявления того потенциала. То есть мы хотим, чтобы мы стали таким органом, через который будут реализовываться инициативы молодежи нашего города. Все обращения и инициативы от молодежи города будут приняты и рассмотрены. Прислать их можно на сайт совета, который в скором времени появится и будет работать. Или написать на страничках в социальной сети интернет. В областном центре, в культурно-досуговом центре Губернске открылся международный фестиваль детских творческих коллективов «Полет над Днепром». Фестиваль уже стал традиционным. В нем принимают участие юные жители нашего региона, а также Республики Беларусь. Его главная цель – укрепление дружбы между народами, изучение славянских традиций, а также он позволяет выявить лучшие детские творческие коллективы для участия в других конкурсах. Фестиваль продлится несколько дней. Юные участники выступят не только на главных сценических площадках Смоленска, но и в районах области. 26-29 сентября город «Спутник» Смоленская АЭС стал площадкой проведения корпоративных турниров по бадминтону и питанку. В них приняли участие команды Смоленской, Балаковской и Ленинградских станций, центрального аппарата концерна «Росэнергоатом», а также ветераны и спортсмены подрядных организаций. Подробности далее. В этом году свои спортивные достижения участники корпоративных турниров посвятили памяти замечательного человека, который внес значительный вклад в развитие культуры и спорта среди работников атомной отрасли Олега Желтова. Олег Николаевич был вдохновителем многих спортивных и культурных проектов «Росэнергоатома», объединил тысячи спортивных и творческих людей концерна. Например, бадминтонисты развитием этого вида спорта в энергетическом дивизионе обязаны именно ему. Он первый, кто начал вообще, именно «Желтов» Олег Николаевич. Он впервые бадминтонистов всех собрал в Подмосковье. И вот тогда центральный аппарат первый турнир провел. Ну вот, а сегодня, на сегодняшний день, это четвертый по счету турнир, вот такой корпоративный среди атомных станций. Соревнования по бадминтону прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Десна». Личное первенство среди женщин и мужчин в двух возрастных группах до 44 лет и 45 и старше и миксты – смешанные команды безвозрастных групп. Спортсмены боролись с азартом и профессиональным мастерством. Хотя ничего удивительного в этом нет. Многие уже перешли на всероссийский уровень соревнований. Я была на чемпионате России по бадминтону среди ветеранов второй раз, нет, три раза я уже была, и даже мы два раза занимали бронзовые медали в паре с женщиной, которая с Челябинска играем. Во всем мире этим видом спорта занимаются с самого детства. С 1992 года он входит в программу Олимпийских игр. Его любят представители разных стран и поколений. Бадминтону нравится своей динамичностью, развивает ловкость, мышление. То есть, если подходить к нему серьезно, то это серьезные нагрузки. Наши бадминтонисты получили медали всех проб. В общекомандном зачете победу одержала Ленинградская АЭС. Серебро досталось смолянам, бронзобалаковским спортсменам. Соревнования по питанку проходили на открытых площадках в санатории-профилактории Смоленской АЭС «Лесная поляна». В турнире принимали участие мужские, женские и смешанные пары. В упорной борьбе лучшие результаты показали хозяева. За исключением одного, третьего места, все места на пьедестале заняли смоленские спортсмены. В командном зачете заслуженно лидировала команда Смоленская АЭС-1. На втором месте – наша ветеранская организация. На третьем – Смоленская АЭС-2. Все победители и призеры турниров были награждены в реабилитационно-оздоровительном центре медалями, грамотами и кубками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok